всем привет с вами снова виктор болит продолжаем нашу серию видеороликов на тему как прожить до 100 лет не болея сегодня очень много заболеваний возникает на основе психических расстройств вот предположим возьмем нашу германию у нас каждый девятый каждый девятый житель житель германии официально до психически больной это уже серьезный случай например как с этим несчастным случаем самолетом или самоубийство можно сказать то есть этот был человек действительно уже на последней стадии своих психического заболевания когда человек такие вещи творит да то есть это ужасно ну а если взять психические расстройства таких в легкой форме дата статистически то есть каждый третий житель европы или германии тоже имеет какие-то психические отклонения вы представляете какая-то огромная цифра да то есть это миллионы людей десятки миллионов людей которые вокруг вас находятся в таком состоянии до психически не совсем адекватном нормальном состоянии то есть буквально какой-то случай какой-то где-то но события да может вывести их полностью из равновесия наверняка это вы знаете таких людей очень очень много вот этот психический стресс он постоянно накапливается в нашем организме и его необходимо разряжать это очень важно например если мы накапливаем стресс накапливаем накапливаем то его нужно разрядить это например как вы знаете на домах есть молния отвод такой да стоит если молния блицает то электрически этот огромнейший разряд да он уходит в землю и таким образом дом не загорается и все электрические приборы которые находятся в доме они тоже не портятся вот что является в нашем случае таким вот грамма отводом вот какие если по этому поводу предположение у вас как вы думаете ну во первых мы тоже самое как дом наше тело как дом и мы получаем такие постоянные влияния от электрических приборов от компьютера от сотовых вышек да то есть постоянно идет излучение со всех сторон вот это излучение вот это напряжение нужно обязательно снимать как его можно снимать вот как него снимая я например это напряжение ну во первых я каждый день хожу на фитнес каждый день хожу на фитнес и каждый день например обливаясь ледяной холодной водой так примерно три раза или шесть раз да то есть я делаю несколько подходов вот обливаюсь такой ледяной холодной водой представляешь важно важно меня так колотит да то есть кожа разно так поднимается такими пупырышками да то есть происходит такое мощнейшее разрежение да то есть вся эта холодная вода стекает потом уходит естественно в канализацию то есть это все электрические разряды все что в теле накопилось в мускулах мышцах где-то напряжение холодная вода холодный душ она очень хорошо снимает напряжение то есть это первое что мне очень помогает каждый день обливание такой настоящей холодной водой причем несколько подходов не за один раз я такой красный как рак после этого на то есть это такое чувство глубокого удовлетворения так сказать да холодная вода это отлично те кто могут в прорубе купаться конечно это еще лучше да но для этого нужно быть подготовленным моржи и все остальные да то есть напряжение снимается колоссальным образом или например бегать зимой в футболке да когда бежишь ты вроде мерзнешь прибегаешь холодной водой обливаться это и так дело в томске в политехе когда учился многие из вас наверняка это знают да я прибегал в общежитие утром все только такие сонные приходили у нас такая была система коридорная на 38 комнат всего одна уборная и вот в душе когда собиралась много молодежи они все-таки сонные с кровати только я прибегал такой красный брал шланг у нас там душа не было ну душ был где-то в подвале грязный там весь такой заброшенный я обычно купался тоже в помещении где просто все моются до зубы чисят и там шланг втыкал в кран и полностью холодную воду врубал до включал и начинался обливаться там холодной водой по а все там брызги во все стороны все орут на меня да но вы не представляете какой это был кайф какой-то был кайф когда после пробежки 30-40 минут до часа на улице томск минус 30 зимой до прибегаешь такой я просто бегал в футболке и такая легкая ветровка у не было я прибегал и обливался такой ледяной водой дальше при сдацу к этому потом весь день у тебя уже такое настроение хорошее да и все остальное уже проблем нет значит вот этот что ледяная холодная вода но для этого надо обязательно разогреться то есть ни в коем случае не простывать потом сне снижает напряжение мне очень хорошо если я например выхожу здесь за городом у нас есть поляны где зеленая трава босиком ходить да причем это без разницы когда в какое время года можно зимой ходить и летом и ну то есть если вы привыкли это без разницы на только нужно так чтобы обувь ноги вытереть да может какой-то там полотенце с собой брать небольшое значит ходить босиком по траве по земле или просто по асфальту ну надо чтобы все это чисто было это тоже снимает напряжение очень здорово напряжение снимает очень здорово конечно сон 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 это очень очень важно если вы будете достаточно спать каждый день высыпаться и полностью таким быть бодрым да тогда у вас вот это вот усталость она никогда не будет накапливаться мы всегда будете разряжать вовремя что еще важно конечно здоровое питание очень важно очень важном различные массажеры да то есть это напряжение она собирается обычно на мышцах на связках да вот мы например должны в любом возрасте чувствовать себя прекрасно наш позвоночник это столб на котором нанизаны можно сказать все наши органы да то есть весь наш человек весь все наше тело она общем-то зависит от позвоночника если человека человека здоровый позвоночник то он будет себя прекрасно чувствовать и в 70 и 80 90 и 100 на поэтому вот позвоночник обязательно должен быть в хорошем состоянии и вот там у нас сзади до мышцы как если длинные мышцы и поперечные всякие различные вот там скапливается напряжение вы часто бывают люди говорят а что-то шея болит не могу шею повернуть не могу там спину разогнуть или еще что-то это все собирается из-за того что там напряжение и вот это напряжение нужно каждый день снимать тоже и для этого лично я например использую такие вот массажеры вот такой маленький массажер есть большие вот маленький например такой удобная его всегда отсюда на подушку ложу и вот так вот лежу там минут 15-20 иногда можно даже заснуть это массажер ляпко наверняка вы знаете всегда использую постоянно его можно собой дорогу брать он очень маленький да можно везде где вы чувствуете что где-то какое-то напряжение вот вложите его и на нему прям хорошенечко опираетесь и полчаса часик два-три поспите все проходит но есть такие вот пассажеры пассажеры большие вот такими с пластмассовыми кнопками с иголками да большой коверчик я на него полностью ложусь так иногда бывает тоже засыпая даже на нем да вот это нужно регулярно делать если вечером легли в постель например и чувствуете что там мысли какие-то заснуть не может если весь у вас такой коврик или вот такой вот маленький массажерчик хотя бы даже маленький есть конечно больше можете позвонить ко мне я вам посоветую где чего как взять дешевле да у меня есть хорошие ангиботы тоже и вот так вам подкладываешь под шею сюда сюда под спину под копчик то есть везде где собирается какие-то напряжения но это вы должны конечно тоже чувствовать до проводить точечный массаж всегда например чувствует на всем теле да где что у вас больно если какая-то боль есть то нужно эту точку про массировать у нас таких точек где там 860 штук и вы можете каждый день себя обтастывать да то есть так проверять где что у меня болит особенно если коленка например заболела то было хорошо прямо вокруг коленки вот так продавить или скажем рука заболела здесь вот можно просто аккуратно продавить все участки и вот тут почувствуете о здесь больно да и начинаете легко массировать 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 и потом как правило боль уходит но есть еще очень много различных способов это различные подушечки нагревать можно потом